Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирскую сменили 10 вагонов. Каждый из них – это полноценный состав. Горэлектротранспорты рассчитывают, что вагоны прослужат минимум лет семь. Эти вагоны приспособлены к нашим условиям. И условия эксплуатации как раз-таки в Сибири более щадящие, чем в городе Москва, потому что у нас нет такого обилия реагентов, какие применяют в Москве. Как раз ремонты по кузову трамваев были связаны как раз с заменой определенных частей кузова из-за того, что они были изношены в связи с этими условиями эксплуатации в городе Москва. Кроме частичной замены деталей, в трамваях провели косметический ремонт. Отмыли и покрасили. На каждый вагон потратили от 150 до 250 тысяч рублей. Плюс 4,5 миллиона рублей стоимость самих трамваев. Экономия налицо. Ведь только один абсолютно новый состав стоит не меньше 20 миллионов. Купленные вагоны запустят от Карла Маркса до Чистой Слободы. Работы по строительству участка с разородным кольцом на Чистой Слободе вышли на финальный этап. То есть идет монтаж контактной сети, идет монтаж питающих кабелей. Осталось подсоединиться порядка 900 метров к рельсошпальной решетке, ну и установить стрелку и демонтировать старое кольцо. Я думаю, что в течение октября эти работы будут выполнены и в конце октября будет открыто движение на данном направлении. Линию прокладывают по улице Титова до Порта Артурской. Для бурно развивающегося микрорайона запуск трамвайного движения станет решением давнего транспортного вопроса. Добраться до метро без пробок можно будет всего за 15-20 минут. Конечно ждем, как Бога. Не исключено, что следующей точкой на трамвайной карте Новосибирска станет улица Татьяны Снежиной. От этого спального жилмассива планируют проложить линию до Золотой Нивы. Этот масштабный проект сейчас обсуждают с частными инвесторами. Анна Кондратенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Больше половины жилых домов города уже подключили к теплу. Среди них и те, что зависят от самых проблемных котельных в Закаменском микрорайоне и при мясокомбинате. Об этом сообщили сегодня на президиуме мэрии и там же подтвердили. В ближайшие два года в городе планируют вообще закрыть целый ряд локальных котельных и подключить дома к ТЭЦ. Подробности у Вячеслава Горчакова. Сейчас котельная мясокомбината работает как часы, хотя еще летом это оборудование признали небезопасным. 18 замечаний от Ростехнадзора. Решать проблему взялся муниципалитет, в том числе через суд. В итоге устранить все нарушения удалось еще до старта отопительного сезона. Помог опыт перевооружения бывшей военной котельной в Гвардейском, хотя тогда пришлось несравнимо труднее. Мы определили для себя алгоритм действий, который, можно сказать, закалил муниципалитет и помог нам определить регламент действия в таких подобных ситуациях. Близкой к чрезвычайной была и ситуация в Закаменском микрорайоне. Из-за долгов застройщика перед энергетиками без тепла и горячей воды могли остаться 507. Теперь котельной управляет муниципальное предприятие «Энергия». Причем тарифы установили средние по городу. В итоге батареи в этих многоэтажках начали нагреваться уже в минувшие выходные. В ближайшие два года котельные Закаменского и Мясокомбината вообще упразднят как неэффективные, а жилмассивы переведут на централизованное отопление. Так, этим летом уже переключили пять домов и один детсад в Зайльцовском районе. И здесь еще хочу отметить перевод на газ угольной котельной улицы Клубная, 39, это Ленинский район. Ну, давненько мы не выполняли программу по переводу котельных угольных на газ. Вот в этом году это первое. И дальше у нас в планах СИБЭКа продолжать эту работу. О том, все ли успели сделать к нынешнему отопительному сезону, обсуждает на президиуме мэрии. Главе города докладывают, среди новшеств не только быстрый разворот системы, 8 дней вместо 10, но и более точные прогнозы во время гидравлических испытаний. В прошлом году, если процент прогнозируемых дефектов составлял 30%, в этом году мы вышли на достаточно уже такую хорошую цифру, она составляет 55%. То есть более половины всех дефектов, которые произошли, мы прогнозировали отказы в этих местах. Поэтому зимой, как надеются энергетики, серьезных аварий на теплотрассах быть не должно. Между тем, отопление включили почти во всех школах и детсадах. Осталось подключить меньше половины больниц, различных учреждений и жилых домов. Если управляющие компании и другие обслуживающие организации свою работу выполнят в срок, на это потребуется еще два дня. Вячеслав Горчаков, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Новосибирск присоединился к акции «Розовая ленточка». Это символ, который объединяет людей в борьбе с онкологией молочной железы. В поликлинике 2-й клинической больницы женщины сегодня консультировались бесплатно. На осмотр онкологов и мамологов пришли несколько сотен женщин. Акция в нашем регионе проводится уже 8 лет в разных лечебных учреждениях. Кроме консультации, женщины прямо на месте могут получить специальное обследование. Также для них организуют лекции по профилактике заболеваний молочной железы и обучающий семинар, посвященный методам самообследования. Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов на излечение. Ни для кого не секрет, что заболеваемость рака молочной железы на одном из первых мест среди женщин. Поэтому, естественно, самое главное – это вовремя выявить, то есть предупредить развитие серьезных осложнений и серьезной патологии. Поэтому, конечно, стараемся, во-первых, научить женщин осматривать молочную железу самостоятельно, выявлять любые изменения и в дальнейшем обращаться уже к врачу-специалисту. А несколько десятков человек сегодня стали донорами. Мобильный пункт все утро работал на площадь Зеленина. За несколько часов медики получили больше 20 литров крови. Нужно, чтобы банк крови всегда постоянно был наполнен. Для этого нужны кадровые доноры. Соответственно, мы напоминаем людям о том, что нужно сдавать кровь. Каждые два месяца стараться сдавать кровь. И приглашаем их на нашу акцию. Уже несколько лет подряд с апреля по октябрь мобильный донорский пункт ежемесячно работает в центре города. Для сдачи крови приглашают всех желающих, как доноров со стажем, так и новичков. Такие акции помогают быстро пополнить запасы. В следующий раз трейлер приедет на площадь Зеленина 18 октября. Социальное такси станет доступнее. Услугой смогут воспользоваться новые категории граждан пожилого возраста. Расширился и список мест, куда пенсионеры смогут поехать по льготному тарифу. Изменения, приуроченные к декаде пожилых людей, об основных событиях которой, а также о новых формах поддержки пенсионеров, рассказали в мэрии. Подробности узнал Станислав Якушевич. Пенсионерка Светлана Жижимова отправляется по своему обычному маршруту. Поликлиника, аптека, кардиологический центр. Все вроде и находится не так далеко, но самой не дойти. Все-таки три операции на сердце. Поэтому социальным такси пенсионерка пользуется очень часто. Всегда вовремя, даже на 10-15 минут обычно, раньше, чем заказываешь вызов. Всегда, во-первых, что удивительно, диспетчера очень деликатные, корректные. Все объяснят, все расскажут, все это самое без грубости. Про водители вообще не говорю, великолепнейшие. 160 заказов в день. Нормальный режим работы диспетчерской службы. Здесь стараются максимально помочь пенсионерам. Выстраивают маршрут, советуют удобное время, уточняют цены. Рассказывают, что теперь можно съездить не только на почту в больницу или к нотариусу. Туда-обратно, да, вас возить? Подождать и вернуть обратно. Вы думаете, за какое время вы управитесь? Согласно новым правилам, воспользоваться услугой смогут инвалиды третьей группы, которым исполнилось 70 лет. Обслуживать клиентов в социальное такси будет теперь и в выходные. Увеличено и время работы машин с 6 утра до 10 вечера, чтобы по льготному тарифу пенсионеры могли поехать, к примеру, в театр. На социальные ярмарки, которые проводятся органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также можно посещать торговые предприятия, которые специализируются на продаже лекарственных средств. Не только адресная и эффективная помощь нужна пенсионерам. Важно, чтобы пожилые люди жили активной, полноценной жизнью. Об этом говорили в мэрии участники координационного совета, обсуждая программу «Декады пожилого человека». Большая проблема сейчас с наставниками в школах, и мы эту возможность предоставляем. Мы надеемся, то же самое будет и с людьми старших возрастных групп других специальностей. Ну, соответственно, и люди чувствуют себя очень востребованными, нужными. Нынешняя декада юбилейная. Она пройдет в Новосибирске уже в 25-й раз. Поэтому станет как никогда насыщенной. Особое повышенное внимание к пожилым людям будет во всех районах города целый месяц. Станислав Якушевич, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Узнать свой вес на Марсе, попробовать гречневые кексы и примерить очки виртуальной реальности смогли сегодня все пришедшие на фестиваль науки. В ГПНТБ студенты новосибирских вузов показывали свои разработки, а в планетарии прошел день открытых дверей. Александр Вяткин познакомился с чудесами науки и полюбовался на протуберанцы. На фестивале науки в ГПНТБ познакомиться можно с прорывами не только техническими, но и на финансовом рынке, продовольственным. Ну и конечно же, современные технологии. Ну и куда же тут без 3D принтеров? Здесь их сразу три. Это просто шевронные шестеренки. По-другому эту модель никаким иным способом сделать невозможно. Ни литьем, ни вырезанием, потому что эти шестеренки здесь находятся внутри, они не вынимаются, их нельзя разобрать. Сделаны эти кексы специально для людей, которые болеют целиакией, сахарным диабетом, аутизмом, которым требуется специальная диета, у которых аллергия на глютен, которая содержится в пшеничной муке. Вкус немного пресноватый, почему так? Пресноватый вкус из-за гречневой муки, плюс добавление киселя из топинамбура и фруктозы. Многие это приспособление называют очками виртуальной реальности, но по сути это просто крепление для мобильного телефона, на который установлено приложение, разработанное студентами. Надев их, можно переместиться к некоторым памятникам города. Сейчас я оказался на монументе славы, вот даже видно памятник танку Т-34. В дни фестиваля науки в Новосибирском планетарии двери открыты для всех. Первое, что делают посетители, смотрят на солнце. На солнце сегодня замечательные протуберанцы, целый гребень из протуберанцев. Что такое протуберанцы? Это гигантские выбросы солнечной плазмы, солнечного вещества. Каждый такой вот протуберанец по размеру во много раз больше нашей Земли. Но самое интересное проходит под куполом Марс-2033. Именно в этом году люди собираются высадиться на Красную планету. На этих весах можно узнать, сколько я бы весил на любой из планет нашей Солнечной системы. На Земле мой вес 72 килограмма, а вот на Сатурне я бы весил 77, а на Юпитере аж 176. Зато на Марсе я весил бы всего 28 килограмм. Там можно точно кушать много сладкого. А все потому, что эта планета самая маленькая. Увидеть чудо-эксперименты можно будет еще до конца недели. Фестиваль науки закончится только 2 октября. Александр Вяткин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. В Новосибирском госуниверситете сегодня открылась Инжевика. Это научно-техническая лаборатория, в которой школьники смогут погрузиться в науку с головой. Проводить свои исследования и работать над инженерными проектами молодые умы будут под руководством аспирантов и студентов НГУ. Вероника Иванова о том, что в школе не проходят. В клетке с мышью датчики движения. Так школьники анализируют активность грызуна. В новой научно-технической лаборатории при НГУ уже подтвердили – организм мышей стареет лишь незадолго до смерти. Это называют пренебрежимым старением. Если мы найдем механизмы пренебрежимого старения, то, возможно, когда-нибудь мы сможем использовать их на людях. И люди смогут так же хорошо двигаться, жить, не болеть в 60 лет так же, как и в 20. Такие интересные проекты должны увлечь школьников наукой и познакомить их с основами исследования. Современные цифровые лаборатории, конструкторы, препараты, измерительные приборы в этом помогают. Оборудование, которое поставлено в эту лабораторию, позволяет изучать как физические, научные, химические, биологические процессы, так и воплощать это в IT-проектах. Например, дети проверяли краш-тесты автомобилей, они делали реальные конструкции автомобильных бамперов, исследовали на прочность, на ударное столкновение, определяли, какая конструкция наиболее эффективна. Занимаются школьники вместе с учащимися НГУ. Проекты междисциплинарные, объединяют и тех, кто увлекается физикой, и тех, кто изучает биологию. Их учат работать в связке. Кроме того, что здесь учащиеся будут посещать занятия по робототехнике, механике, компьютерным технологиям, мы хотим увидеть, что они будут работать в сотрудничестве. Умение работать совместно в коллаборации – один из важнейших навыков в 21 веке. Для университета и компаний-спонсоров эти школьники – будущие студенты и сотрудники. Потому здесь стремятся развивать не просто интерес к профессии, но и ориентировать на обучение в НГУ. Сейчас мы принимаем всех, а дальше, вот у нас первые три месяца, это будет видно, кто, ребята, увлекся, остался. С кем мы видим, что нужно работать индивидуально. И работа на самом деле индивидуальная группа – 12 человек, два преподавателя. Поэтому мы надеемся, что если у него мотивация есть, она сохранится. Курсы не бесплатные, но на выбор много перспективных направлений. Нейрокомпьютинг и биоинформатика, соревновательная робототехника, разработка мобильных приложений. В школе такое не проходит. Вероника Иванова, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Новосибирцев от 7 до 30 лет снова зовут попробовать свои силы в академическом и эстрадном пении. С 15 по 18 октября в городе во второй раз пройдет открытый вокальный конкурс «Будь в голосе». Если этого человека замечает такое профессиональное жюри, да, и если он будет продолжать заниматься вот этим делом, без сомнений он будет достоин любых больших сцен. Дальше уже это умение его вот остаться в этой обойме. Чтобы стать участником, не нужно никаких вступительных взносов, достаточно обладать талантом. Каждым членам высокопрофессионального жюри предусмотрен отдельный приз. Так, главный дирижер русского академического оркестра Владимир Гусев выбирает детей, которые потом выступают с ним в концертном зале имени Каца. Такой чести удостаивались не все профессиональные взрослые певцы. Поэтому конкурс легко может стать шагом в большое сценическое будущее. До завтра.